Здравствуйте, с вами Александр на канале «Финансовая независимость». Инвестирую уже больше 20 лет, инвестиционный портфель превысил 43 миллиона рублей, и его можно видеть здесь на канале, но чаще всего по субботу. Продолжаю уже недельные аналитические выпуски по фондовому рынку и текущей мировой макроэкономической ситуации, так или иначе влияющей на наше инвестирование. Рассматриваю новости фондового рынка США, России, Китая, основное определяющие события, статистика и различные тенденции. Поехали, начиная с американцев, как всегда. Немного, кстати, буду сокращать время, отведенное на американцев, и увеличивать российский блок. Ну, постепенно. Так, тем не менее, смотрим индекс S&P 500 сначала. Видно, что отскок уже произошел очень неслабый. Множество аналитиков сразу закричало о начале бычьего рынка. Ну, так всегда бывает, сразу начинают об этом кричать. Причем порой те же аналитики, что пару недель назад пророчили дальнейшее снижение. И это все шум. А рынок поднимался на словах Джерома Пауэлла и на неплохой отчетности некоторых компаний. Были отмечены также даже немногочисленные улучшения прогнозов по прибылям на будущее. Это все, конечно, хорошо, но в основном это эмоции. А в сухом остатке предпосылки к снижению, к дальнейшему снижению рынка. И они никуда не уходят и даже развиваются. Это и торможение экономики, и остающаяся высокая инфляция, и ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США, и от других процессов в экономической и околоэкономической сфере. Эксперты Морган Стэнли недавно заявили, что текущая радость на фондовом рынке – это ненадолго. Аналитики Goldman Sachs высказались в похожем ключе, я цитирую, «Недавний отскок на фондовых рынках не продлится долго, так как макроэкономические данные продолжают ухудшаться, а прогнозы по прибыли снижаются». Кроме того, снижение продаж полупроводников усиливает опасения глобальной рецессии. Это можно было бы отследить по отчетам соответствующих компаний. Некоторые промышленные металлы сильно снижаются в цене, что также сигнализирует о развивающихся экономических проблемах. Например, хороший индикатор таких процессов негативных – это цена на нефть. Добавляются к этому всему еще и возродившиеся коронавирусные риски. К тому же, надо понимать, что экономика США уже в рецессии. Кстати, Илон Маск дал свой прогноз по экономике. Он сказал, «Нас ждет наступление умеренной рецессии, которая может продлиться 18 месяцев». Конец цитаты. Такой довольно точный прогноз. К тому же, против экономики явно играют пока еще остающиеся высокими цены на энергоносители. Да и сам доллар слишком сильно вырос относительно многих ключевых валют. Это тоже минус для американской экономики. Вот. Так что я не вижу реально фундаментальных поводов для развития бурного роста на фондовом рынке у американцев. Но гарантировать обязательное снижение все же нельзя. Мы уже не раз видели неадекватный рост, который длился достаточно, ну, довольно-таки долго реально. Стоит следить особенно пристально за статистикой по занятости и по потребительскому поведению американцев. Безработица, кстати, у американцев опять снизилась. Это реально важно. Лично я готов и к снижению, и к росту фондового рынка США. Меня устроит и то, и другое. Хотя гораздо более предпочтительнее, конечно, снижение. Падать, на самом деле, еще есть куда. Покупать подешевевшие американские акции гораздо приятнее, чем на росте. На росте покупать, ну, реально противно, как будто отдаешь лишние деньги. На закрытом канале было видно, что в последнее время на росте я покупал очень осторожно и совсем на небольшие суммы. Я стараюсь покупать почти каждый день в инвест-клубе. Это нормально для регулярного инвестирования. Таким образом, я и во внезапном росте поучаствую и оставлю себе возможность купить на дальнейшем падении. Также в инвест-клубе у меня покупаются российские активы, то есть стараюсь как-то диверсифицировать, насколько это возможно в текущей сложной ситуации. Время сейчас интересное для покупок и, скорее всего, будет еще интереснее. Покупки в такие вот времена могут сильно помочь росту вашего капитала в будущем. Но обязательно правильно учитывайте риски и контролируйте собственную важность. Это не пустые слова, это действительно нужно прочувствовать, понять. Приходит с опытом. Так, а теперь несколько слов про Китай. Самым ярким событием, напрямую задевшим китайскую экономику, китайский фондовый рынок на прошедшей неделе, был визит Нэнси Пелоси на Тайвань. Слава Богу, Китай не перешел к радикальному военному решению тайваньского вопроса, однако все это бесследно вряд ли закончится. Сейчас вполне возможно искалаться различных новых санкционных ограничений, как между Китаем и Тайванем, так и между США и Китаем. Это все вместе, конечно же, окажет давление на фондовый рынок Поднебесный. Сейчас санкционный маховик только разгоняется. Как далеко зайдет, неизвестно. Будем наблюдать. Пока вот недалеко от Тайваня идут беспрецедентные китайские военные учения. Это в какой-то степени тоже, ну в общем-то, опасно. Думаю, это и так понятно. Далее, переходим к российскому инвестированию. Давайте посмотрим российские новости, экономический процесс, так или иначе влияющий на фондовый рынок. Но сначала приглашу вас в свой бесплатный телеграм-канал. Прочитайте информацию на экране, много времени не займу. Но подписывайтесь на телеграм осторожно, чтобы не нарваться на мошенников с озвученной каналом. Подписывайтесь только по моей ссылке, она внизу в описании к видео. Итак, смотрим график индекса Мосбиржи. Здесь мы видим обновление локального дна. В этот раз причина такой динамики против обыкновения хорошо, понятно и известно. Их даже несколько таких причин. Заметно подснесилась нефть, но основной негатив вылез из-за опасений того, что на выходе дружественных нерезидентов с Мосбиржи мы будем наблюдать в основном продажи. Это совершенно не означает, что именно так и будет, но опасения явно присутствуют, и рынок их немного даже заложил в котировки в пятницу. К тому же в будущем, чуть позже, начнется еще и расконвертация российских акций, которые торговались за рубежом. Я совершенно не удивлюсь, если дно продолжит обновляться. И я это говорю уже не в первый раз. Сейчас предпосылок к такой динамике реально предостаточно. Совсем недавно появились рассуждения о том, что осенью возрастет безработчица в России. Рассуждения на уровне правительства. Ну, странно, я об этом говорю уже несколько месяцев, это довольно очевидный процесс. Экономика России еще долго будет находиться под усиливающим свое влияние санкционным давлением. Рисков много. По некоторым конкретным бумагам все еще могут прилететь отдельные санкции именно на этих эмитентов или даже на целые секторы. Тем не менее, я покупаю, это хорошо видно на закрытом канале, но очень осторожно, выборочно и на небольшие объемы, чтобы минимизировать свои потери и, возможно, немногочисленные ошибки. Считаю, что даже на текущих уровнях покупать можно и даже нужно. Я регулирую риски своего текущего инвестирования именно объемами покупок. Это уже проверено годами и кризисами тактика покупок. Китал с годами вырос очень заметно. Далее, несколько слов про курс доллара. Думаю, что уже понятно, что в основном курс доллара сейчас определяется соотношением экспорта и импорта. Я об этом много раз говорил. В последнее время укрепление рубля притормаживается из-за снижения объемов прокачки газа в Европу. Ну, то есть, страдает экспортная составляющая. То есть, тема с турбинами Газпрома продолжается. Курс доллара завис в последнее время в узком коридоре. И есть уверенность, что если он устремится вниз, то снова заговорят о новом бюджетном правиле. Рано или поздно его, скорее всего, введут, а пока власти стараются обходиться вербальными, а не реальными интервенциями. Исследуя этой парадигме, ЦБ совершенно недавно заговорил о том, что не только населению стоит избавляться от безналичных долларов, но было бы даже желательно, чтобы и госкомпании с большими запасами долларов и евро на своих счетах начали уже постепенно уходить в дружественные валюты. Подробнее я эту тему раскрыл здесь, вот в этом видео, обложка на экране. К тому же не стоит забывать про риски блокировки НКЦ, то есть блокировки долларов и евро. В общем, я заметно снизил свои долларовые риски, перейдя в юань. Это все у меня сопровождалось объяснениями в Ютубе и в Инвест-клубе. Там я довольно подробно разъяснил свою позицию. В общем, как-то так. На сегодня на этом я планирую закончить. Тем здоровьем мира и да пребудет с вами все сложный процент.